Всем привет, ребята, здравствуйте! С вами Братуха и это Игра Вароботс. Добро пожаловать ко мне на канал. На моём канале 1435 видеороликов. Предыдущий видеоролик опубликовал буквально 2 минуты назад, сейчас 18.39, а там 19.18. Странно. В общем, фишка в том, что советую всем посмотреть Вароботс, как русский в YouTube в говно скатился. Это название статьи, которое написал в журнале Breaking News, группа ВКонтакте. Кто ещё не подписан, переходите, ссылка в описании под этим видеороликом. Заходите и смотрите, я читаю эту статью, аж начитал на 31 минуту. Там будет весело, там не только Братуха ругается матом. Ну а мы возвращаемся к нашим ребятам, к нашим пилотам. Ой, подождите, вы же не видели. Подождите, сейчас покажу её. Начнём всё сначала. Вот, ребята, YouTube-канал Братухин, у нас 1435 подписчиков. Вот этот последний видеоролик я выложил буквально. Короче, заходите, вот так он называется. YouTube, как русский в Air YouTube, говно скатился. Ну и там, соответственно, имена и говно. А мы возвращаемся с вами в нашу любимую игру, обалденную игрушку. Игру War Robots, откуда нас вынесут только вперёд ногами. Свет я включать не буду, вроде бы как бы светло. Ну что ж, у нас особая поставка, она в полном разгаре. 20 очков у нас есть. Это прекрасно. Призы, какие я выиграл, ребята, да? Наверное, всем интересно. Возможно, кому-то неинтересно, кому-то и интересно. Это 1000 деталей Фантома. Энергоблоки 3, 1,5. В общем, пока что, пока что ничего дельного. Но призы всё равно стоящие. За такие призы тоже спасибо. Крутим, крутим, ребят, рекламу. Движемся вперёд. Вот вчера на стриме. Стрим, ребята, в конце видеоролика будет над головой у меня шарик с логотипом War Robots. Вот. По нему переходите. Там будут вести стримы. Буквально полтора месяца, потом перейдём на братуха лайф. А этот оставим на запасе. Так вот, я там открыл за 1000. И вот они, полученные призы. Мне выпало 5 голды вчера, ребят. За 1000. На самом деле, выпало что-то другое. А! Выпало 1000 голды, ребят. Мне выпало 1000 голды. А вот эти призы я за рекламу получаю. То есть, я кручу, я работаю. Для того, чтобы была у вас супер игра в моём исполнении. Ну, вот здесь 5 дней осталось. Тут 800 ключей. За 5 дней 200 ключей я наберу. И вот здесь, может быть, оказаться вот этот за 1000, если открою. И вот отсюда до сюда надо мне накручивать на рекламе. Также ещё хочу сказать, что вчера я собрал в операциях все ключи абсолютно. Следующая операция, где будут предоставляться ключи, это 59 уровень. В 59 уровне, ребята, хватило бы до 1000. Но, к сожалению, я до 59 уровня не дойду. Так что, даже сегодня на видеоролике я активирую бустер на ключи, чтобы сыграть 3 боя. Вот он. Пам-пам. Ну, и давайте тогда другие бустеры, что ж там активируем. А то всё ругаетесь на меня, что я бустеры не трачу. Играю как лошара. У меня 500 бустеров снова скопилось. И защиты тоже почти 500. Ну, что ж, давайте, ребятухи, пойдём в бой. Три боя. Сегодня новостей никаких. Breaking News статью написал. В принципе, да и всё. Тут у нас задания новые выпали. Уничтожить роботов. Захватить маяки. И честь, в любой чести, очки набрать. Также ещё что-то там светится. Я на ней просмотрел, наверное, вот теперь просмотрел. Клановые. Вот не нравятся мне вот эти баги. Также ещё хочу сказать, что ребят сегодня против всех пойдём. Нет, превосходство. Мне ребята сегодня сказали, что новое вооружение, становое, вот это вот замораживающее оружие, оно стоило мало, стало стоить много. Действительно, это так. Ребята прокачивали быстро за 30 вроде бы миллионов, мне сказали, прокачивали до 12 уровня. Потом ещё 32 миллиона до 24 уровня. А теперь разработчики вернули всё на свои места, и 52 миллиона стоит с 11 на 12 уровень, как и обычные дорогие пушки. Что это, ребята, может значить? Баги, бонус или что-то иначе? Я считаю, что это не баг, я считаю, что это не бонус. Я считаю, что они сделали оружие на старой разработке арканов, и, скорее всего, у них там никто не поменял цифры. То есть прокачка была на старых арканах, на старой экономике, там, когда оружие ещё качалось, ого-го, древние годы, помните, динозаврами. И просто они на этой базе сделали, поменяли скил, ну, скин поменяли и так далее, а вот цифры никто не прописал. Кто успел воспользоваться, тот успел, кто не успел, тот, как говорится, лоханулся. Ну, в смысле, тому не повезло, причём лоханулся, да? Тому не повезло. Ох-ох-ох-ох-ох-ох. Отлично, воюем потихоньку-потихоньку. Я... Дело в том, что ещё раз говорю, ребят, я поменял никнейм. Я играю уже второй день с никнеймом. Я вижу, что всё гораздо изменилось в свою пользу. Просто конкретно изменилось в свою пользу. Ибо никто первым меня бить не стал. Первым меня не бьёт. Всегда бьют других, а я как бы и не означаю. Раньше на меня охотились, чувствовал взгляд противника. Не могу залезть повыше. Чтобы принять участие в уничтожении. Маячок наш. Это самое главное. Это у нас фалькон, видимо. Не получается его застанеть. Окей, тогда будем внедрять дополнительное вооружение в Хаечи. В Николай, вроде бы, Болтов. Никола Батькович. Огрёб от братухиного Ореса. И, как мне говорят Оресы, теперь можно выкинуть на помойку. Ребят, я вам ещё раз скажу, что не факт, что все будут бегать шелдбрекерами. Потому что кто-то хочет и лечиться, и глазик иметь, и так далее, и тому подобное. Так, у нас тут парень, Николай Батькович, опять пытается куда-то убежать от братушки. Не получается. Тут уже меня прямо обложили с пять стволов. Ребята бьют в меня. Пять стволов. Отвечаю, херачит. Вот парень включил шелдбрекер. Сейчас бьём фалькона. Пытаюсь его застанеть. Не получается, у него стоит антиконтроль. Но мы его всё равно завалим. Здесь я глаз не вижу пока возможности включать. Парень может всегда улететь. И тут мост перегорожает. А вот сейчас прямо я даже ещё и включаю свою суперспособность. Чтобы побыстрее этого парня кончить. Что, в принципе, я и делаю теперь. Надо срочно уйти. С линии огня. Нехило так держится мой ОРС на центре. Видимо, противник слабый. Видимо, непрокачанный, глупый. Возможно, да, скажете вы. По факту нет. Просто никто не знает, что я есть братуха. И никто не хочет лезть вперёд и огребать пиздюлей. Ради того, чтобы меня слить. Ну, а раз никто не хочет меня слить, то я спокойно, безнаказанно пользуюсь своим скиллом. Умением, как говорится, пилотировать ОРС. Вот. И я крутой игрок. Просто охуенчик. Тут справа, вижу, парнишка пришёл. Какие-то у него проблемы. Кстати, по поводу пилотирования и так далее. Сегодня стрим у Ланы Марса 8 часов. Вот у парня был шелдбрекер. Но я не увидел, то есть два, никак не может быть, два модуля высвечиваться. И антиглаз, и шелдбрекер, да. То есть и инвиз, и шелдбрекер. Это плохо. Разработчикам тут бы маленько починить. И если что, сделать один над другим. То есть здесь глаз, а тут значок шелдбрекера. Отличная идея для разработчиков. Просто два модуля активных переместить. Один над другим поставить. Прислушайтесь, дорогие разработчики. Хорошее дело, хорошая идея. Просто переместить второй активный модуль. Вернее, не модуль. Умение светится и модуль. Ну, модуль, модуль, да. Так, это у нас парнишка там. Ага, во, ребята, прикол-то в чем. Вспомнил, блядь. Какая тема сегодняшнего видеоролика. Сегодня я на Меркурии. Сейчас должен, просто обязан пойти и повесить Эвенджер. Потому что я вчера на стриме хотел это сделать несколько раз. Вместо, вместо вот этого вот Эмбера. Также еще хочу вам сказать по поводу. По поводу темы. По поводу темы, да. Вот у меня сейчас тема родилась в игре. В основном бою. Повесить. Вот мы, короче, победили. Полтора ляма. Виртрум из СССР тоже полтора ляма набил. Красавчик, молодец. Почему вот так именно вот идеи появляются? И хочется сделать по поводу этой идеи контент. Все очень просто. Идеи, они то есть, а то их нет. И если вы говорите, что у братухи все одно и то же. Что он какой-то недоблогер. Хрень какую-то снимает. Ребята, пересмотрите все мои 1400 видеороликов. И вы увидите там контент, который даже еще не повторили мои коллеги по игре во робот на ютубе. Дело в том, что сделать так, как мои коллеги, например, официальные блогеры, это Джон Доллар, бывший, и Глокман, я могу. Все дело в ресурсах, которых нет. А вот они, повторить все то, что я придумывал, они не могут. Ну, они, во-первых, бы это не придумали. Во-вторых, не хватило бы той самой изюминки. Так вот, сейчас я вешаю сейчас Avenger и выполняю тот самый челлендж для себя, который создал на стриме. Также еще хочу сказать, что ребята мне хвалят блогера Lifehack. Вот, я посмотрел его, один ролик там про что-то, про Хадеса, да, когда он хвастался и обсирал Оресов. Но это не объективно, чистый бред. Надо было говорить, что он рулит против Оресов, а не Ореса хуже Хадесов. Это, конечно же, бред вообще. И надо было делать так, что Ореса не просто в чистом поле, а он из-за угла стреляет. Но каждый видит, как он видит, так он и снимает, и показывает, и рассказывает. Но, смотрите, почему люди новенькие приходят и становятся интересными, что-то новенькое снимают, а я, как мне говорят, что я, ну, одно и то же, три боя в день. Ребята, я вам хочу сказать, что, если хотите, на эту тему еще на стриме можем поговорить. Я хочу сказать, что, когда человек приходит в какое-то дом, в какой-то монастырь, когда он приходит в какой-то коллектив и приступает к проекту, к этому, и вживается в семью этих людей и так далее, он привносит что-то свое, и вот именно это свое он начинает активно втюхивать, ну, как бы снимать, показывать. И дальше уже идет его фантазия, ограничена она или нет. Дальше идет объективность этого всего. Нужно, не нужно, правильно, неправильно. И самое важное, что идет у этого человека, который вот все это дело начинает с нуля, заново, да, то есть это уже все это прошло, это именно вот, как сказать, устойчивость к этому. сможет ли он долго стоять на своем, каждый день радовать вас своими обзорами с чем-то интересным и так далее. Не сломается ли он через месяц, полгода или год? Не плюнет ли он, не скажет ли он, что все уже снимать нечего? Не иссякнет ли его идеи вот в новом там монастыре в ютубе по вороботствам? Не иссякнет ли он? Не могу подобрать слово, ребята, но не потухнет ли его запал раньше времени. У меня очень много было идей, эти идеи можно сейчас воскресить, их можно снимать, играть, показывать, собрать коллектив, устраивать конкурсы и так далее, но это все уже было. Для меня это уже было и как мне личности, вот как блогеру это уже не интересно. Мне интересно что-то новенькое, а не топтаться в стареньком. Каждый день три боя, для меня они новенькие, потому что каждый день у меня три боя и они разные. Вот. Я понимаю, что там и тоже и люди разные, и конкурсы разные. Ну, для меня это такие идеи, где еще к тому же надо время, у меня его нет. Ладно, в общем, тут много чего можно говорить, много я и сам себе могу противоречить, и это я прекрасно понимаю и так далее. Фишка в том, что Эвенджер у нас в сборке с Эмбером, думаю, что это полная хрень, но не его сейчас мы тестим. Героем нашим сегодня последние два боя будет Эвенджер на Меркури, в доесок два хава. Ребята, на смерть в бой. В общем, вот про это я хотел сказать, что дорогу молодым, как говорится, но пройдут ли всю дистанцию молодые? Поглядем. Время покажет. Еще анекдот такой, помните, да? Папа, папа, я вот женился. А, не-не-не. Папа, папа, я на дискотеку начал ходить, сейчас сексом занимаюсь. Ты, папа, сколько занимаешься? Раньше занимался, да? Папа говорит, один раз в день, сынок. Ой, я по пять-шесть раз. Проходит время. Папа, папа, я с девушкой познакомился. Сколько ты вот с мамой занимался? Он говорит, один раз в день, сынок. Ой, классно, папа. Я, я, я прямо это, пять раз. А, ну, красавчик, молодец. Проходит еще время. Папа, папа, я женился. Сколько ты с мамой занимался сексом, когда я женился? Ну, где-то один раз в день, сынок. А я по пять раз, пап. Обалдеть, представляешь, пап. Вот, проходит еще время. Папа уже старый. Блядь, короче, запиздился я. Папа, папа, сколько ты занимаешься? Папе уже восемьдесят лет, восемьдесят лет. Сколько ты занимаешься этим? Короче, бред, да? Бля, хуйня какая-то. Сука! Сколько ты занимаешься этим? Папа говорит, один раз, сынок, в день. А, а, а я, а я, говорит, ни разу. В общем, суть фишки в том, в этом анекдоте, что износился-то. Вот. Галоши-то износились. Так что, видите, тут, как бы, посмотрим. В общем, в первом бою с Эвенджером стало известно, что робот долго не живет. Проверим вторую сборку интересного робота с огнеметом и Эвенджером. Это Ауджан. Сразу попробуем сократить путь. Что, в принципе, это у нас очень получается даже. Мы долетели до красной линии. Да, честно говоря. Ох, ё, это нет, чужой, это чужой, да. Это, это наше. В общем, с этим анекдотом я запутался. Простите, блядь, пожалуйста, мудака. Это лунная сова у нас бежит. Как вы видите, Эвенджер у нас попадает. А вот Эмбер не очень. Лунная сова не может забрать маяк. Вот, давайте мы с ней поздороваемся. Лунная сова. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Блин, лунная сова. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ух ты, лунная сова. Да, бывает лунная сова, бывает. Давай, ты сделаешь мне изи-изи, да? Не успела. Лунная сова. Ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла, лунная сова Приду я за тобою, лунная сова Летает на драконе, внимания не обращает Потому что я не братуха, лунная сова Ла-ла-ла-ла, залетела лунная сова Летим за нею, парни, лунная сова Включаем глазик и заранее стреляем в лунную сову Лунная сова, тебя мы шкварим, шкварим, лунная сова Как же приятно, опа, титечку твою, опа За пулите, эвенжером, ла-ла-ла-ла Ой-ой-ой, прям меня валят Убили, добили Где же ты, лунная сова? Вот ты, вот ты, где там наша лунная сова Так, нарыся Нарыся, нарыся Получай пиздюлик, пачку Подгоню с собою водокачку, лунная сова Левый фланг никому нахрен не нужен, да, я так понимаю Это петрошка Знаете, когда лунная сова узнает, что я за ней охочусь Она выругается матом и скажет Сука, этот братуха Стопудово вам говорю, я пошел за ней Танюша, кто тебя впустил? Лунная сова Да что ты дерешься-то Эй, лунная сова Давай-ка Швырька Это, знаете, был Драгон Бридж Братуха убил ее Он чпокнул ее коррозией Ой, перезарядка Все, кончилось, лунная сова Да, и кто-то мне говорил, что она меня натянет Помните, когда девчонки воевали? Типа, ай-яй-яй, крутая Да-да Но не в обиду так Опа-на Вот это, конечно, парень дает Конкретно, смотрите Бежит Испугался моего глазика У нас было оповещение Прямо завибрировал браслет Воюем, воюем Ничего не остается противнику Как погибать? Это Кейн Знакомьтесь с парнем А у меня перезарядка Ну и будет чпокнуть О, моя коррозия даже его чпокнула А я стрелять перестал В общем, вот такой второй бой Героем дня стал у нас На виперах, мужичок Фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-ф вблизи прям мажет конкретно просто. Это что за животное? Сожгём. Давайте этому парню сейчас поддадимся. Иди сюда. Иди сюда, боишься, блядь? А, завалили меня. Вот, ну не без этого. Противник проигрывает. Лунная сова, наверное, просто сожгла всех роботов или просто надоело играть и вышла. Опа-на! И тут, конечно же, приходит брат. Опа, лич. Окей, не будем лича трогать. Вот, теперь можно и потискать. Ах ты, ёпты. А чё ж ты, блядь, ты же сосал у меня. Только что, куда ты ушёл? А у меня чтобы и припасы кончились. А, вот оно, понятно. Ну вот и и лич. Растрепал меня нахуй вмиг. Почему шилдбрейкер не может убивать лича? Ребят, почему он сосёт двоих? Не понял. Или там два лича друг у друга сосут? Два лича друг у друга сосут, ребят. Вот это было, да. Всё, победа! Вот такой был второй бой. Меркурий у нас не показал крутой игры. Лошара, я так и думал. Тут нам предлагают прокрутить рекламу, заработать много серебра. Я пока пиздил, набил миллион триста. Ем, ребята, во второй бой. Воды, к сожалению, так и не набрал. Губы пересохли. Печально, на самом деле. Когда губы сохнут. Бой начинается. Среднее время ожидания три секунды. Это приятно. Всё, наконец-то. Лаги у нас кончаются. Всё становится изи. И вот Меркури. Мы берём Меркури на Эвенжери. Даже как-то непривычно, потому что в первый раз, когда я встал в бой, начал стрелять в противника, выскочила такая хрень, что я начал стрелять на упреждение. А с этим, с этой пушкой не надо этого делать. То есть получается, что я лоханулся. О, тут прям мне может быть очень больно, потому что дракон, наверное, взлетит куда раньше, чем я прыгну. 5, 4, 3, 2, 1. Давайте включим гладик. Ещё это я, блядь, пока не заметил. Прикола. Чё тут как-то огонь быстрее шкварил. Или мне кажется. Чё-то, думаю, мне не очень зашло как-то. А, быстро-быстро шкварит. Вообще просто. Не, чё-то как-то не очень. Может, у меня Avenger кривой какой-то. Два Avenger куда сильнее бьют. В общем, это брать надо человечка какого-то и на нём тестить. Хочется, его застанет, никуда не получается. Не, ребят, я верну обратно. А чёт как-то не зашло. Скорее всего, ребят, из-за привычки. Бля, серьёзно. Скорее всего, из-за привычки. Всё дело в привычке, ребят. Правый маяк мы просрали. Меркурий на Avenger у меня работать не будет. Хотя надо с кем-то, блядь, протестить. Но чё-то с кем, вот с кем, не знаю прям. Нет, у меня таких рьяных знакомых, которые смогут пойти со мной чё-то там протестить. Вот опять братуха воспользовался тем, что он невидимка. Отличненько. Шикарно, ребят. Ну что ж, маяк отжал. А у нас слева ребята пытаются маяк отжать с невидимыми клешнями. Притом получается. Вот здесь поможет ли мне кто-нибудь? Вот он у нас герой. Ага, так. Не успели застанеть парня. А вот и ласт-энд, братухи, пригодился. Отхерачить парню через брюхо. Шикарненько, заходим. Опа-на, зашли в этот самый. Ой, Ильичик тут идёт. Ой-ой-ой-ой-ой, ребят, ну вот это Бобо. Бобо, да, вот тут братуху затрепали. Ну чё, бля, вы воспользовались моих бойцы сраные тем, что как бы, бля, это, побеждать или нет? Ёп твою медь, я провалился, я мимо пролетел. Понял. Не дурак. Дурак бы не понял. Отлично, идём за маяком. Иначе, потому, иначе мы проиграем. Вином тоже идёт, смотрите. Тоже интересный факт какой-то. Лич меня сосёт. Хе-хе-хе. Ну ничего, сейчас взлетим, пизды дадим. Хе-хе. Она мне жалко, робота. А почему у меня огонь? А-а-а, у меня же огонь, ребят. Вот срак. Я думаю, чё у меня быстрее разряжается? Вот видите, как работает огонь. Набережение. Сжёг огнём. Ну, я, я, вот я думаю, что огонь быстрее, лучше Эвенжеров. Вот это посев, ребят. Вот это урожай. Вот это братуха крутой мэнчик. Вот это умирает мужчина в объятиях противника. Хе-хе-хе. Обалдеть. Это же видос так назову. Вот так умирает мужчина в объятиях противника. Заранее закидываем этому парню. Точно знаем, что у него кончится. Ну, э-э-э, думаю, надо проверить, провести трест. Трест. Тест. Кто быстрее разбирает. Белый робот. Альфа-ассасин. Кил, бля. Вот так, пацан. Тебе повезло, что я не допрыгнул. Победа! А-а-а, поменяю, ребята, обратно. Честно, вот как-то думаю, что возможно, еще умения, они же умения неправильно распределены на пилотах, скорее всего, тоже играет роль. У Эвенджера нету умения пилота, у Эмбера нету умения пилота. В общем, давайте вернем все обратно, как было. Не судьба, не судьба, не судьба так сделать, гонять на Эвенджере. Ну, и, в принципе, да и пофигу. Возвращаем обратно, Эмбер. С вами был Братуха, подписывайтесь на канал, ставьте лалки, дизлалки, оставляйте свои комментарии, ваше мнение очень важно для нас. Помните, сегодня будет стрим на втором канале, ссылка на стрим над головой. На кружочек воробос нажимайте, все будет ништяк. Пока-пока.